Рекламно-информационная программа. Рекламно-визуальный спектакль «Сказки Чековского» с Кировского театра «Кукол», который мы сможем посмотреть 13 марта в 5 часов вечера. И сразу представлю наших гостей Евгения Тарасова, актриса театра «Кукол», и Владимир Хлопов, актер театра «Кукол». Евгения Владимировна, добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Хором. Хором. ПЕСНЯ Добрый день. Здравствуйте. Да, ну вот всем стало сейчас понятно, о чём речь идёт, конечно. Безусловно, это «Сказки Чековского». Ну вот мы, надо сказать, что 21 февраля на большой сцене театра «Кукол» прошёл премьерный показ этого спектакля, о котором сегодня пойдёт речь. Буквально через два дня, послезавтра, в 5 часов будет снова премьера. Ну, потому что, да, ведь как минимум две, считается два первых спектакля премьеры. И туда можно будет прийти и вот этот новый интересный спектакль посмотреть. Давайте мы поговорим о том, что замечательного и удивительного в этом спектакле. Я знаю, что труд такой был большой, и такого, ну, вообще «Кукольный театр» в последнее время славится экспериментами различными, с приезжающими режиссёрами и не с приезжающими режиссёрами. Творческая жизнь бурлит. Расскажите, Жень, с твоей подачи, собственно, сегодня эфир, пожалуйста. Я понимаю, что ты живёшь этим спектаклем. Расскажи, пожалуйста, что за идея, чья она? Автор спектакля — питерский режиссёр Александр Хромов, композитор Анна Булгакова, художник Анастасия Гончарова. Это вот приехал к нам такой союз творческий, нас скипетил энергию, мы пошли в новый для нас, мне кажется, формат работы. Нам было очень интересно, это визуальный спектакль. Там состоит, можно сказать, разделено пространство на две части. Это пространство операторов и пространство музыкантов. Вот мы к вам сегодня, музыканты, пришли. А ещё есть операторы, которые снимают все события онлайн. И идёт трансляция, и зритель может её видеть. И, конечно, то третье пространство, которое создаётся благодаря сочетанию музыкантов и операторов, и где-то спорящих моментов, а где-то индивидуальных моментов, а где-то согласованных моментов. Мне кажется, очень интересное и новое для нашего театра, во всяком случае, построение спектакля. Какие сказки легли в основу сценария этого спектакля? «Тараканище», «Федорина горя» и «Мой дадыр». Ну вот «Федорина горя» мы распознали без проблем. Там как бы упоминаются главные героини. Мне «Корыто» очень понравилось. Как звучит «Корыто». Этот спектакль, он как выстраивается? Вот если я зритель, и я прихожу... Вот я как раз хотел спросить, потому что я не очень понял. Вот я зритель, а что вижу? Что вижу я? Не сложно сказать, я на сцене. Но я могу предположить, что вы видите музыкантов, которые озвучивают происходящее действие на картинке. Такое, мне кажется, чем-то напоминает начало XX века «Немой кинал». С топёром, да? То есть музыканты-топёры сидят. То есть я вижу картинку? Картинку вы тоже видите, да. И при этом есть действие, которое создают ещё актёры-музыканты и актёры-операторы. Но это происходят такие кусочки, соединяющиеся. Потому что там идут сказки не так линейно, как мы привыкли. А они их тогда сдают из коробок и воспроизводят какую-то сцену. Вот так строится действие. То есть там эти три сказочки, они так это... Переплетены, да, да. И ловишь между ними какую-то такую связь. Визуально-музыкальный спектакль уже более-менее понятно, как очерчивается. У нас есть экран, операторы, есть музыканты и их инструменты. А ещё режиссёр обозначает свой спектакль как эмоциональный аттракцион. Что он закладывает в это понятие, в это определение. Это то, что он приехал и вас вскипятил? Ну, это тоже, мне кажется, можно к этому отнести. Мне кажется, этот вопрос, конечно, лучше адресовать к самому режиссёру. Потому что я могу только предположить, что он имел этим в виду. Мне кажется, что, правда, очень мощный перепадон, такой волновой спектакль. Как крещендо-димедендо в музыке, вот так же. Или как-то вдруг пиано-пиано-пиано, вдруг форто-фортиссимо. И мне кажется, это на ощущениях тоже зрительских построено. Разные. Очень. Сама идея построить вот так спектакль, она родилась из чего? Я так понимаю, что, ну, по крайней мере, сейчас вы меня так внимательно смотрите, а я смотрю в пресс-ревиз, который вышел. И там довольно чётко определено, что всё вот это визуально-музыкальное богатство спектакля, оно подчинено одной цели, чтобы тексты сказок Чуковского, я цитирую, зазвучали аутентично для современного поколения. Для детей, родившихся со смартфонами в руках, для того, чтобы они смогли легко войти в художественное пространство спектакля. Для меня лично это проблема. Дети, родившиеся со смартфонами в руках, вот это же до эфира начали мы об этом говорить, вот это самое клиповое мышление, вот это самая направленность школьной программы на тестирование, на подчинение всего интернету, на ликвидацию книжек, перелистывание страниц и прочему. Вот отрывочные такие вещи, я это вижу по нашим детям, я даже вижу это в открывашке, вот сегодня мы тоже задумывались над тем, чтобы в нашей детской программе, чтобы переначивать, видимо, сценарий, потому что дети не подчиняются сценарию классическому, когда идёт длинная беседа, есть точка отсчёта и точка финала, и всё это про одну идею какую-то. Им требуются коротенькие промежутки времени, по две с половиной, там, три минуты. 45 секунд, я бы даже сказала. Да, и туда должно уложиться всё, а дальше следующая какая-то история. Вот у вас как. Мне кажется, надо дать Вове рассказать. Пожалуйста, мы не регламентируем. Забирайте слово. Абсолютно правильное определение, которое вы прочитали. Это, наверное, режиссёр говорил у нас, да? Да, да, это режиссёр как бы разъяснял. Потому что очень, думаю, похоже на его слова. Абсолютно правильное определение. Здесь я даже бы сказал, что музыканты на очень многих номерах с музыкантов убирается свет. Поэтому я бы не сказал, что зритель как раз смотрит всё время на музыкантов. Зритель в первую очередь начинает смотреть на экран. Что на экране происходит? Какая сказка идёт? И вот о чём мы поём? Например, «Одеяло убежало». «Одеяло убегает в это время на экране». Вот то же самое клиповое мышление, про которое мы говорим. Но почему на музыкантах, например, нет света? Это можно вообразить, как будто бы это какая-то аудиокнига. То есть ты воспринимаешь аудиоинформацию, ты её слушаешь. А то же самое, что тот текст, который мы воспроизводим, он воспроизводится ещё и на экране. То есть всё правильно. Это клиповое мышление, к которому, к сожалению, сейчас привыкла наша молодёжь. То есть у вас такой спектакль в формате Ютьюба? Ну, не знаю. Мне как-то и согласна, не согласна с Вовой. Потому что, мне кажется, в спектакле заложено ещё очень мощное действие и двигатель с помощью ритма. И ритма, который порождает какие-то эмоциональные отклики зрителя. Не боюсь судить в положительный и отрицательный. Но он даёт возможность после спектакля говорить. И мы как раз хотим сделать после спектакля. Мы пытаемся сыграть его на взрослого зрителя 13-го числа. Обсуждение. Потому что достаточно много споров велось, пока мы делали этот спектакль, что интересно, что даёт какие-то возможности новых выходов. И мне кажется, что как раз в этом плане, если говорить об информационной технологии, о клиповости мышления, то тут рассматривается другой угол зрения на это мышление. То есть как именно с помощью этого мышления именно высечь из человека слово. Вот. Это задача, которая перед нами, перед взрослыми стоит. Но опять же, перед взрослыми. Вы собираетесь обсуждать это с взрослыми. То есть не с теми людьми, кто родился со смартфоном в руках. А под 6+. Надо сразу сказать, что 6+, мне кажется, подростки с этого какого-то возраста, с 12-13 лет вполне уместный поход на этот спектакль. Вполне, мне кажется, уместный. Мы пробуем сейчас работать со студентами. В принципе, это тысячная года. Ну да, студенты, мне кажется, оптимальный вариант. Потому что они ещё не вполне взрослые. И они ещё вполне разговорчивые. И мало того, студенты, особенно культурологических каких-то направлений, литературных, филологи, педагогические специализации, и самое то, прийти на такой спектакль, потому что им работать в дальнейшем с детьми в школе, и это уже то самое поколение, которое со смартфонами в руках. Да и студенты уже со смартфонами, конечно, в руках. Давайте мы про обсуждение чуть попозже ещё тоже поговорим. Кроме того, что есть музыканты и есть оператор, есть ведь ещё сам, собственно говоря, Чуковский, Корней Иванович. Да, он присутствует. Во-первых, он присутствует в тексте. Сейчас как он присутствует, мы прервёмся. После небольшого перерыва расскажем. Продолжаем разговор. У нас в гостях Евгения Тарасова и Владимир Хлопов, актёры театра «Кукол». В перерыве позвонила моя дочь, видимо, нас услышав. У них тоже сегодня, кстати, спектакль. Началась театральная неделя в Вятской гуманитарной гимназии. И все параллели какие-то спектакли готовят. У нас снова будет спектакль «Алиса в стране чудес». Очень сложный, на самом деле, спектакль, совершенно по-новому поставленный. А кто ставил? Грибанова ставила. А мы тоже репетируем «Алису» сейчас. У нас сейчас «Алиса в стране чудес» репетиции. В «Кукольном театре». Чем больше «Алис», тем лучше. Они все равны совершенно. Надо познакомиться. В одном только нашем спектакле две «Алисы» одновременно на сцене. А у нас несколько кукол «Алисы». Тоже экспериментально. Значит, это будет следующий наш факт. Мы познакомим одних «Алис» с другими. Но на самом деле, вот это очень действительно... Я просто понимаю, что и мне надо будет пойти на этот спектакль. Именно в связи с тем, что вот я вижу эту проблему очень серьезную. Как общаться с поколением, которое не способно в течение часа, а то и больше, от и до проследить какую-то историю. Да, а у вас три сказки в одном спектакле. Да. Плюс Корней Иванович Чуковский. Про Чуковского мы начали до перерыва. Раскройте, пожалуйста, информацию. Я с Женей не согласен. Я считаю это спойлером, поэтому пусть Евгения расскажет сама. Про Чуковского. Мне кажется тоже, что я расскажу так, коротко. Коротко. Приходите его смотреть. Он у нас, мне кажется, присутствует в тексте, и присутствует голосом с нами. Настоящий голос Корней Ивановича. Настоящий голос Корней Ивановича. Который, собственно, на мультфильмы, снятые по его сказкам, озвучивал сам, насколько мы помним. И вот этот самый голос взят в спектакле. Этот самый голос, только, я не знаю, я тогда скажу о том, что не всегда он читает именно сказки. Он рассказывает некоторые истории из своей жизни. Он прекрасно их рассказывает. И поэтому вот как раз больше в спектакле вот этих историй, где он как раз их поведает нам. Ну и присутствует он еще и с нами на сцене. А вот это уже, давайте, останется такой загадкой, чтобы... Не будем раскрывать все секреты. Чтобы вам было интересно, вы сейчас все расскажете. А вообще вот весь этот все-таки кукольный театр, то есть кукольный-то арсенал, он где вот, где вот? Да, пока мы... Вот как раз вся речь, которая шла об операторах. Это куколы. Снимается камерой. Камера снимает как раз полностью кукольное действие. Очень маленькие куколки, которые присутствуют во всех сказочках. Они в таком экранчике находятся. Марионетки. Типа марионеточек таких, да, маленьких. Ими несколько человек управляют. Пятый человек их снимает. И все вот это проецируется как раз на экран. Вот это кукольное действие, которое они вытворяют в этом маленьком помещении, маленьком кубике. Построение кажется таким сложным. Сложно, очень сложно. Очень сложно. Для вас было сложно? Эти сказки, они же такие все многопредметные. Взять ту же Федорию на горе, взять того же Майдадыра. А там же тьма каких-то предметов. Да, и тараканищик тоже бесконечное количество. Да, и тараканищик больше таких, да, действующих лиц очень много. И как вот, я просто не очень понимаю, как это все вот на этот коллектив стал с марионетками. Это была сложнейшая работа. Это сложнейшая два месяца репутация. И главное еще, тогда хочется сказать большое спасибо еще и нашим цехам, которые просто, ну, с ума уже сходили, когда все это доделывали. И там есть в этом спектакле еще, если я не ошибаюсь, у нас вещи, которые на моторчиках включаются. Да, 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 очень много механики сложных. То есть там очень скурпулезная, очень такая... Это все маленькое, да. Очень такая миниатюрная работа. А сколько всего там предметов вы считали? Нет. Десятки. Нет, ну там десятки даже только упомянутых предметов, там по тексту, если брать. Да. Да, это сложно. Ну и, конечно, спасибо большое художнику. Она очень много делала сама. В смысле, прямо... Сколько время валяло там валеночки у Федора? К сожалению, жаль, что нет никого с нами сейчас из операторов, потому что они бы рассказали, мне кажется, больше бы об этом всем. Мы все-таки здесь с музыкальной точки зрения. Ну, снималось заранее вот это действие, смотри. Нет, это будет проходить прямо на... Это будет проходить прямо в прямом эфире. То есть как будет? Вы уже делали ведь это один раз. Они показывают, снимают. Тут же это все проецируется, проецируется на экран. А какое количество актеров, я имею в виду сейчас всех? И музыкантов, и операторов, и кукольников? Девять человек задействованы. Куклами кто управляет? Они же там... Четыре человека. Четыре человека на куклу. Но один на камере, то есть трое человек. Один на камере, трое человек на кукле. И это все должно в единую какую-то картину сливаться. А как связаны сказки, мне интересно? Три разные сказки. Они по отдельности как-то... Я так понял, что они так же точно перемешаны, как ребенок все это мешает, когда залезает в YouTube. Вот он посмотрел одного исполнителя, потом другой какой-то фрагмент посмотрел. Потом может вернуться туда, потом может пойти куда-то в третьем. А потом у него складывается в голове какая-то другая. Вот абсолютно я с вами согласна. Потому что я когда смотрела видео, но, правда, видела видео только музыкальной части. И вот для меня просто удивительным образом все логично сложилось. То есть все вот эти три сказки совершенно вроде бы разные? Да, вроде бы разные. И когда я поняла, о чем... Да меня больше дошло, о чем они. Я в детстве читала и слышала замечательный голос Корнея Ивановича. И для меня было все как-то так вот мило. А все казалось, что вот не так и мило, и что там есть какие-то вторые смыслы. Вторые смыслы, которые вот именно благодаря мне кажется, то, что я видела, мне сложно сказать. Я не смотрела из зрительного зала полностью видео, то, что снимают операторы. Но для меня это вот открыло какие-то новые вообще вопросы, темы. Но сама сказка, она не перемешивается. Она идет по своей структуре от начала и до конца. Да, да, да. Только здесь вначале идет, например, такой зачин всех трех сказок. Одеяло убежало, небольшой вот этот вот отрывочек. После этого про посуду, значит, такой же отрывочек. И ехали медведи, такой же отрывочек. Потом идет та же самая середина всех трех сказок. И конец всех трех сказок. То есть сама сказка одна, она не теряет с собой, не перемешивается. И поэтому... То есть это от начала, середины, конец. Просто начало там Федоры, начало... Начало, второе. Три начала, потом три середины, потом три иные завершения. Ну, в общем, это связано с кем-то таким элементами монтажа. Вот как кино, монтаж там монтирует. Очень на кино похоже. Иногда ведь и по три сюжета монтируют. Буквально недавно посмотрели такие же Китана. Там маски, по-моему, там тоже три сюжета идут. Они постоянно пересекаются. Есть общее начало, есть общая концовка. И три развития сюжета. То есть, в принципе, это не такая уж и страшная новость даже для людей взрослых. Музыки много? Она постоянно сопровождает сюжеты? Музыка у нас постоянно. Я шутил, может быть, а для меня это уже не шутка. Я, по-моему, за всю учебу в музыкальной школе и училище искусств, сейчас музыкального колледжа искусств, столько на фортепиано не переиграл, сколько я буду за фортепиано играть. В этом спектакле у ребят была не менее сложная задача, потому что нужно было учиться на таких инструментах, если можно их называть. Это как бас-лопата. Да, бас-лопата. Прямо родилась с ним в руках. Электротаз. Электротаз. Бас-лопата, электротаз. Кахон и фортепиано. Кахон? Это на котором у нас актёр Дмитрий Троицкий играет. Что-то ударное? Мне кажется, надо, чтобы Дима... Проще всего это объяснить. Это просто деревянный куб, на котором сидят и на нём играют. Это такой инструмент перкуссионистов. Понятно. Довольно современный, кстати, им активно пользуется. Особенно ребята, которые под бродячих музыкантов косят, на площадь приходят, один садится на этот кубик, типа чемоданы, и начинают по нему выстукивать. Ну да, слушатели вот уже балалайку сегодня. Балалайку мы уже до успели. В одном месте она у меня тоже как кахон работает. Давайте ещё один какой-нибудь музыкальный сюжет. Сейчас у нас Евгения споёт для вас что-то интересное. Горе-горе, горе, крокодил. Крокодил, крокодил, да Крокодил, крокодил, да Солнце, солнце проглотил Проглотил, проглотил, да Проглотил, проглотил, да Горе, горе, горе Да Это из середины А вы заметили, что эти слова не из одной из этих трёх сказок? Да Это краденное солнце А про него Федора поёт? Потому что образ такой Федорин был Чисто внешне Когда она там плакала и ныла В этом спектакле есть несколько вставочек Ещё из других сказок Их не так много Они у нас называются гэги Они просто, эти вставочки нужны для того, чтобы у нас операторы Кто работает с куклами Могли успеть за вот этот промежуток времени Поменять на другую сказку Потому что они не могут у нас Мы можем петь Мададыр, можем петь сразу же потом Тараканище А, к сожалению, наши актёры Им надо заменить сказку Хотя я не знаю Сейчас вот я послушал Я вспомнил Краденное солнце Не так давно мы всё это Свет с тобой снова проходили Но у меня вот такое ощущение Что когда ты вырастаешь до какого-то возраста То все эти сказки Чуковского Они в какую-то одну большую превращаются Ты их помнишь А что там, когда там было Где там был умывальник Где там уже там это Федора Пос посуды Они все переплетены Давайте поясним слушателям Которые не знают, что такое гэг Что такое гэг Я прям зачитаю из интернета Я знаешь, почему я такое делаю Мы с тобой вместе на родительских собраниях присутствуем И одно из родительских собраний Которое было последним Было посвящено интернет-безопасности И было нам сказано Что вот если ваш ребёнок, например, смотрит Или рисует Или рисует эти Господи, аниме Значит, смотрит или рисует Что-то там ещё следующее было Так вот я себе на полном серьёзе вам говорю Рядом со мной сидело две мамы Я просто дальше не заглядывала Которые обе хором сказали А что такое аниме И это шестой класс Поэтому я уверена, что и гэг не знают, что такое Очень многие Это комедийный приём, в основе которого лежит очевидная нелепость Например, когда во время пожара человек носит воду решетом Ну, это можно Чарли Чаплина сразу там вспомнить А изначально значение слова гэга Это кляп-затычка В нашем случае это кляп-затычка Такая штучка Так вот дети наши гэги используют постоянно Постоянно Вот я снова ещё набираю там кучу всяких для себя причин Почему надо прийти на этот спектакль И что там разобрать следует Но ещё раз тогда процитирую Я ещё раз процитирую режиссёра спектакля Александра Хромова Он пишет, что сказки Чуковского, которые более 90 лет назад написаны Сегодня в постиндустриальной эпохе воспринимаются по-другому И он нашёл Это не он пишет, это про него пишет Про Александра Хромова Нашёл простой и действенный способ Чтобы увлечь юных цифровых зрителей И помочь им обновить свой личный опыт Прочтение сказок автора знаменитого Мойда Дыра Я думаю, что здесь всё-таки нужно говорить о том Что вместе с родителями надо вовлекать Потому что мы чем дальше, тем меньше понимаем друг друга Если вот в эту сферу окунаемся У нас есть какие-то общие И скоро уже бытовые Классно там, когда есть у родителей и детей Общие темы Вместе они развивают какую-то историю Но на каком-то бытовом уровне А сейчас, когда они вступают в подростковый возраст Всё больше и больше разных тем Которые нас разъединяют И эти темы как раз Вот они такие интернет-темы Мы своё ищем в интернете Сериальчик там включить Я не знаю Информацию добыть для интервью Ещё что-то такое сделать А они своё Ту массу информации, которую у меня ребёнок просматривает И что он нам не выдаёт в течение часа Совершенно внезапно Абсолютно не потеет, как мне кажется А она это всё просматривает одно за другим Вдруг у неё возникает это, это, это И всё это как-то у неё тоже склеивается В единую картинку мира Которую я уже не могу контролировать Её, может, и не надо контролировать Но хотя бы понимать-то Взрослый должен Из чего у неё там всё складывается-то И вот здесь вот как раз построение этого спектакля О котором мы сегодня говорим Сказки Чуковского Оно... Вот я сейчас для меня, я воспринимаю Для меня, может быть, каким-то сценарием Даже к поведенческим сценариям Для того, чтобы общаться на эти темы Со своим ребёнком И для того, чтобы понимать вообще Что там происходит внутри Как это всё выстраивается И как отвечать на вопросы Когда она мне их задаёт Внезапно совершенно Или просто реплики там какие-то бросает Вот Прервимся сейчас на полторы минуты И продолжим разговор С историей про обсуждение, может быть Рекламно-информационная программа Музыкально-визуальный спектакль Сказки Чуковского В Кировском театре кукол Поставил питерский режиссёр И мы его сегодня тоже разбираем И режиссёра, и спектакль И делаем мы это с помощью Евгении Тарасовой Актрисы театра кукол И Владимира Хлопова Актёра и музыканта И Жень, вы сказали, что после спектакля Будет обсуждение Речь идёт о 13 марта В среду в 5 часов вечера О спектакле, куда, как мы уже говорили В первом части, приглашаются дети Из рядного возраста И хорошо бы со взрослыми сразу вместе Чтобы друг друга понять И здесь уже где-то мы в процессе разговора Поняли, что вообще идеально Конечно, было бы, чтобы пришли Наши любимые студенты Потому что для них как раз Они ещё и как бы Объекты и как бы будущие Субъекты, скажем так Этого дела То есть Всё-таки перейдём сейчас К обсуждению Но это прям материал ведь, Коль Понимаешь, даже для разбора На каких-то семинарах В институте Да, совместный просмотр Разбор современного искусства Это современное Совершенно актуальное искусство Я так понял, что да Это что-то очень современное Да Вот Давай перейдём уже Собственно говоря К планам по обсуждению Вопрос современного Для меня вообще сложный Потому что театр АХЭ существует Скажем, давно Ильяна Тумина Такая форма Просто у нас в городе Это может быть Не так часто Но всё равно Контемпорары, кстати Мне тоже кажется Близко к этому И сдвиг фестиваля Ну это как бы Да, но Без определения Уза круг Что называется Ну да Уза круг И это всё равно Все эти вещи Они для какой-то Специфической категории А мы здесь говорим О сказках Чуковского А это наше всё Да Это наше достояние История и скрепа Можно сказать А вы эту скрепу взяли И развернули по-другому совершенно Разогнули скрепочку В соответствии В соответствии С требованием времени Вот я так понимаю Что Александр Хромов Это сделал И мы надеемся Что этот спектакль Вот я надеюсь Что этот спектакль Мне лично Даст возможность Стать более понятным Для своего ребёнка А ребёнку моему Может быть Который только что Здесь заходил И нас приветствовала Даст возможность Объяснить себя Мне лучше Потому что она существует Уже совершенно Новая парадигма Вообще в другом мире Абсолютно В каком-то параллельном С нами мирами Всё это происходит Как выстраивается Обсуждение И почему важно Давайте скажем Мне кажется Вообще Театрального критика Эксперта 2016-2017 Кажется Годы Золотой маски Она написала Прекрасный нам отзыв Аннотацию маленькую Даже не знаю Как это называется Боюсь Не так неправильно Терминологии К спектаклю Мне кажется Что она Это сделала Профессионально И поможет Выстроить нам У нас там будет Театральный критик Целый настоящий Это тоже очень важно У нас там будут Актёры Режиссёра уже Уже не будет Но он два месяца Был с нами И на двух Премьерах И можно будет Не просто Собственные Наверное Ощущения Какие-то высказывать Но и вопросы задавать Что понятно тебе Что непонятно тебе Да Что вы имели Вот здесь вот ввиду Какое открытие Вы совершили И конечно Классно будет Чтобы высказывались Люди разных поколений В этот момент Я полагаю Что на вопросы Будут отвечать Не только зрители А и участники спектакля Я думаю Что мы будем Слушать и пытаться Наверное Ответить Потому что Вопрос Может быть Посмотрим Это такой непредсказуемый Сейчас процесс Весь каждый спектакль Он разный Как пройдет спектакль А давайте мы сейчас Такой эксперимент проведем Володя и Женя Женя сказала Что Она сказала Что Этот спектакль Для нее Он открыл Сказки по-новому Она увидела Там вторые Третьи смыслы Что ты увидела Там в этом спектакле Еще и находясь Внутри Мне конечно На самом деле Очень важно Время написания Сказок Видимо Это связано С моей первой Специализацией С исторической Что 29-й год И допустим Такая чистка нации Промойна до дыра У меня Извините Пошла прям Прямой ассоциации Но это опять-таки Я говорю о своих впечатлениях Это не то Что я хочу Навязать зрителю Тараканища Конечно Там прямые подтексты Я уже про них Потому что Велись споры Во времена Чуковского Про усы Да и прочее И был под запретом Какой-то момент Тараканища И так далее И тому подобное А Федора Мне тоже кажется Такая судьба Потому что Она у нас В нескольких ипостасях В нескольких возрастах Берется несколько Периодов ее жизни Там она маленькая Она женщина Она бабушка То есть мы видим Как Вот тоже происходит Ее одиночество Это отлучение От посуды И мне никогда Об этом не задумывалось А там прям Какие-то есть Такие прямые тексты Да ну что мы помним Из детства Федора была Грязнуля И поэтому посуда От нее ушла Такая четкая марлите Все А история Это про другое Да Как она дошла До жизни Возможно Возможно Что это история Про другое Володя А вы что почувствовали Для вас открылись Другие смыслы Или нет Нет Вот как было Открылись Открылись Ой открылись Ну здесь Проще всего сказать Так Нужно посмотреть Этот спектакль Со стороны самому Вот если его нам Все-таки снимут И я смогу его посмотреть Тогда я думаю Что этих смыслов Снимут на камеру На камеру Вместе с музыкантами Вместе с операторами Чтобы я как зритель Мог посмотреть его Потому что мы так Были завязаны Музыкальной составляющей Этого спектакля Что к сожалению Я не успел Увидеть всю полную картину Вот правильно Сегодня вот мы вспоминали Съемки например Тех же фильмов И как это бывает Человека пригласили Он отснял свою картину И в общем-то Он о фильме Практически сказать Пока ничего не может Пока он его полностью Не увидел Но свою картину Определенную он снял И все это в фильм вошло Вот как мы музыканты Вошли в общий спектакль Поэтому конечно Хотелось бы в первую очередь Увидеть его весь А пока я весь Просто вот в музыке Растворился в этой музыке Потому что Музыка имеет тоже смысл На что режиссер напирал Например Там у нас очень много И жанров разных музыкальных Они перекликаются между собой То есть это И что-то От группы Аукцион Похожее И что-то Наоборот Блюзовое И что-то джазовое И где-то какой-то хор А где-то Просто русские Народные Композиции Перекликаются Мы надеюсь Сегодня что-нибудь Из русского Вам споем А до этого Что было не русское Что-то Мне кажется Тоже очень так Это особенно Про крокодила Который солнышко Проглотил Такое причитание Вполне себе русское Вполне себе русское Такие полупохоронные Возможно Я имею ввиду Что тут и джаз То есть конечно Там музыка Разных Есть направлений Разных Народов Вот Поэтому я все-таки Больше пока в музыке Хотелось бы посмотреть Очень бы хотелось Побыть зрителем Очень Зачем так много жанров В одном спектакле Вам пояснял режиссер Или это не требуется Ну там и у Чуковского Многоголосие полнейшее Совершенно там Мы должны еще сказать Большое спасибо Композитору этого спектакля Ане Булгакова Поэтому Вот как раз мы Музыканты Занимались больше с ней Чем с Александром Александр Занимался изначально С кукловодами С операторами А уже потом Когда мы стали Все вместе сводиться То есть мы даже Репетировали в разных точках Операторы в одном Кабинете Мы в другом кабинете А у Ани какая идея была Вот что она говорила Когда Вот Аня всегда говорила Что Она тоже идет От задач режиссера Кстати в музыке И мне кажется Что вот эта вот Как бы сказать Монохромность музыкальная Она тоже прослеживается Именно Смыслами Которые застраивал Саша И они в дуэте Конечно Аня и Саша Очень хорошо работают Это такая слаженная команда Они вместе давно Вот и Саша Достаточно музыкальный человек Ну и Аня Она режиссера Учится Поэтому мне кажется То есть можно структуру В этой многожанровности Тоже проследить Просто без режиссера Актера Мне кажется Такое грешное дело Это Смысл разбирания Да Смысл разбирания Но со зрителями придется Раз это будет Рефлексия После спектакля А есть Катя Критик Да Критик театральный Давайте тогда Русское исполним То что вот Приготовили Сегодняшний программ Тут и мило Подскочило И вцепилось волоса И юнило И милило И кусалось Как коса А до бешиной мочалки Я помчался Как от полки А она За мной За мной По садам И песино И акта В реческому саду Перепрыгнул Через ограду А она За мною Мчится И кусает Как колчица Тот навстречу Мой хороший Мой любимый Крокодил Он стотошей И кокошей По аллее Проходил Страшно стало тут И мучалку словно галку Словно галку проглотил А потом как Зарычит На меня Как ногами Застучит На меня Уходи-ка ты домой Говорит Да лицо свое Умой Говорит А не то Как налечу Говорит Растопчу И проглочу Говорит 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 Я реально испугалась Когда Крекандил с мачалкой встретился Пауза была трагическая Просто сразу почувствовала всю боль в мачалке А сущей Надежду Андреевну Мазью Песня исполняется Очень Freunde Да Ну, вы сделали прекрасно, конечно. Судя по тому, как Николай Голиков улыбается. Я получил просто и даже подпевал по мере отборости, потому что эта сценка прекрасная, я хорошо её помню, да. Ну что, музыкально-визуальный спектакль «Сказки Чуковского» ждёт нас в Кировском театре «Кукол» в эту среду в 17.00. Билеты в Кастеатр. Есть ещё билеты? Ещё есть. 6 плюс возрастное ограничение, но мы всё-таки говорим о том, что лучше приходить со взрослыми в таком случае. Кстати, дети вполне, я сейчас посмотрела, и маленькие тоже этот спектакль усвоят, и им будет интересно по-своему тоже. Ну, у меня сын, да, но у меня сын странный человек. Они, знаешь, все странные, на самом деле люди. Хотя потому, что он у нас совершенно не похож. Сколько по времени идёт спектакль? Он идёт, наверное, полтора часа. Нет, он идёт полтора часа вместе с Андрактом. То есть он шёл изначально полтора часа. Мы ещё его немножечко с режиссёром все уменьшили, даже чуть-чуть. И поэтому сейчас где-то он идёт час десять, но так как минут 20 антракт, то есть час тридцать надо... Ну, это длинная история. Надо тогда сразу понимать про возраст. Это длинная история плюс обсуждение. А не обсуждать... Вот я не знаю, конечно, можно как угодно выстраивать свой график, но не обсуждать нет смысла. И вообще хорошо бы в театр, конечно, ходить подготовленными. И даже, может быть, перед приходом пересмотреть ещё раз сказки, перечитать их каким-то образом, почитать о самом Чуковском кое-что, чтобы потом обсуждение было более предметным. Спасибо нашим гостям. Евгения Тарасова, Владимир Хлопов, актёры театра «Кукол». Мы, Николай Гуликов и Светлана Занькова прощаемся с вами в дневном развороте. А я вернусь через 20 минут в программе «Особое мнение». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!